Я хотел бы узнать твое мнение по поводу двух боев твоих бывших соперников. Магомеда Исмаилова против Владимира Минеева и Александра Шлеменко против Артура Гусейнова. Какой из этих боев тебе понравился больше? Ну и что думаешь вообще об этих боях? Если честно, я не смотрел ни Магомеда с Владимиром, ни Сани с Артуром. Потому что сейчас у самого турнир, и не смотрю бои, чтобы лишний раз не переживать. Просто жену попросил, если смотреть будешь, мне расскажи, что там было. И пацаны, кто победил, примерно как. Вот и все. А как тебе удается избегать всего этого? Больших проблем нету избегать. Тяжелее не избегать, ну как сказать. Тяжелее, да, не избегать. Ну попадается, то все все равно как бы в интернете, в инстаграме. Ну а так целенаправленно просто не включаю телевизор, не смотрю это. У меня как бы дел других хватает в жизни. Но я обязательно посмотрю, вот 23-го поделюсь и посмотрю все, что я пропустил. Скажем так, две недели своей жизни, которые как бы вылетели. Я на верстаю упущенное. Шарафа знаю, ну достаточно давно, я уже не помню, в 17-м году. Мы даже на сборах были вместе, жили в одном номере. Вот выступали за сборную России, армии. Вот выступали за одну команду на чемпионат СНГ, ездили вместе. После этого тоже на сборах несколько раз вместе были. Спарринговали часто. Вот и как бы общаемся даже, честно говоря, если до того, как предложили бой, я на сборы звал к себе. С шарафом созванивались, да, как бы так сказать правильно. Ему предложили бой, он тоже, по-моему, год не дрался в организации. Там были проблемы, мы сказали, либо дерешься, столько вы, либо что-то там сложно все у него. Вот, но я тоже два года не дрался, у меня соперника не могли найти. За границей ехать не хотят со мной драться. Вот, и что пришлось соглашаться, с шарафом созвонились. Чисто так по-братски, ну, подеремся, там, выйдем, также будем общаться, дружить. Такая у нас работа. Меня зовут Вадим Тихомиров. Не так давно Федор Емельяненко сравнивал вас и Александра Шлеменко и так очень сильно вас похвалил. Он сказал, что вы на ступень выше Александра стоите, как боец. Это многих удивило. Удивило ли это вас? И как вот вы сами считаете, согласны ли вы с такой оценкой, что вы на ступень выше Александра Шлеменко? Если Федор Вадимович сказал, значит, так и есть. Мне сказал Валентин Молдавский, что вы вообще не смотрите бои и очень мало в них погружаетесь, что у вас очень хорошо получается. А, допустим, для вас вообще известно, кто чемпион UFC в вашем весе и следите ли вы за его боями, можете ли его как-то оценить? Нет, нет, я не знаю, кто чемпион UFC в моем весе, вообще мало в каких весах знаю, но я считаю, что чемпион в Белодолии сильнее, чем чемпион в UFC. Сможешь ли ты к завершению карьеры превзойти его рекорд 29-0 и все эти титулы? Ну, я не знаю, честно сказать, это такой хороший вопрос. Дело не в том, что обойти его рекорд, главное остаться непобежденным и все, а обходить его рекорд или еще что-то. Это я не знаю, если это все как-то не наскучит, но это дело, то может быть, а так, где-то такого в голове, что я хочу там прийти его рекорд, я хочу стать величественным. По-любому меня знают как брата Хаиба, и всю жизнь будут знать, так что нормально все. Здравствуйте, Усман, приветствую, Вадим Тихомиров, MatchTV.ru. Вот, к сожалению, Абубакар Нурмагомедов, когда проиграл свой бой, мы разговаривали с Абдулманапом, и он был очень недоволен, что он постучал в знак сдачи. Теперь хочется уточнить, значит ли это, что любой Нурмагомедов, который выходит на бой, выходит с установкой, что он не должен стучать, и относится ли это только к удушающим, или и к удушающим, и к болевым. И в том, если можно, второй вопрос. Ну, знаете как, усидешь, можешь проснуться, сломает, заживет. Так что у меня, например, если, я не знаю, как у каждого человека бывает по-своему, кто-то предпочитает сдаться, кто-то предпочитает, там, уснуть. Я бы, например, предпочел бы уснуть, или чтобы мне что-то сломали, потому что заживет быстрее, чем моя сова оценка. Так что, как-то так. Как вы хотели, где бы вы хотели провести этот еще один бой в Нью-Йорке? Какие есть какие-нибудь предпочтения, предположения, мысли на этот счет? Мне больше нравится Чикаго, чем Нью-Йорк. В этом плане, конечно, будем утопливаться того, каким планом у Беллатор. Насколько я знаю, еще Беллатор хочет провести еще большое соревнование, событие в России. Но если в Америке, то можно Чикаго. Вадим Немков на пресс-конференции перед предыдущим турниром рассказал любопытную деталь ваших тренировок, что когда Валентин Молдавский моделировал Тимоти Джонсона, вам удалось его жестко потрясти. Можете рассказать подробности этого момента, ну и вообще, насколько вот серьезные жесткие спарринги были, и бывают ли такие ситуации, что пропускают сильные удары? Нет, на самом деле не потрясти, а я проводил бросок, и Валя немножко, ну мы оба упали, и Валя немножко неудачно упал, поэтому... ну, почувствовал определенный дискомфорт. Я бы не сказал, что какой-то особый был сильный, просто, наверное, неудачное падение. Вот и все. Ну да, Валик работал параллельно, муж на него это как-то произвел впечатление, не знаю. Теп, президент России приходил к вам на бывшие, на прошлые поединки. Как вы считаете, он будет посещать будущее перед поединками с вами или нынешнее? Насколько я знаю, нынешний нет, а в будущем, ну... не могу сказать, это, конечно, вопрос, наверное, президента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова